Больше шести часов понадобилось депутатам Горсовета, чтобы утвердить около 70 вопросов повестки дня. Главное достижение избранников – принятый бюджет города на 2018 год. Доходная часть бюджета составит более 8 миллиардов гривен. Образовательная субвенция увеличится на 15%. До 903 миллионов гривен, а медицинская сократится на 21% в связи с реформой системы здравоохранения. Не забыли о уже традиционных депозитах – 700 миллионов гривен. Временно свободных средств отправится на счета банков. Еще 85 миллионов гривен компенсации за оказанные услуги депутаты выделили предприятию теплоснабжения города Одессы. Забота депутатов добралась и до котов – 46 голосов за защиту четвероногих от жестокого обращения. Там один из пунктов предписывает всем управляющим компаниям всех форм собственности в Одессе, рекомендует, прежде чем, допустим, вы знаете, что многие многоквартирные дома заколачивают вентиляционные окна на зиму, там остаются внутри коты, это приводит к как раз вот это и есть жестокое обращение. То есть мы урегулировали этот вопрос, урегулировали вопрос выделения денег на стерилизацию и вакцинацию. Обратили внимание депутаты на проблему проектов общественного бюджета и к ним обратились горожане, участники онлайн-голосования и пожаловались на то, что их данные используются в других проектах. А вот по сухому закону одесситам жить пока не суждено. 34 голоса за и решение ограничить в магазинах продажу алкоголя и полный запрет его реализации в МАФах принято. Но в юрдепартаменте говорят, что такое решение незаконно. Решение содержит в себе запрет в осуществлении хозяйственной деятельности. Это регуляторный акт однозначно. Регуляторный акт, все мы знаем, какую должен проходить процедуру, в частности общественных слушаний, обязательно общественных слушаний. И самое главное получение положительного заключения от государственного регуляторного органа, который анализирует такой акт, во-первых, дает ответ на вопрос, может ли орган местного самоуправления в принципе принимать подобные акты. В полномочиях ли органы местного самоуправления такие акты, а также проверяет законность процедуры проведения общественных слушаний. Юрдепартамент будет рекомендовать мэру не подписывать принятые депутатами решения. Обзавелся Горсовет и двумя новыми подразделениями. Созданы департамент аналитики, коммунальное учреждение, муниципальная стража, которая займется исключительно охраной объектов Горсовета. Также Горсовет поручил Управление земельных ресурсов определить целевое назначение территории зеленого театра, чтобы уберечь его от застройки. Никаких увеличений границ, закреплений, ничего, речь об этом не идет. Мы хотим, чтобы одесситы четко понимали, депутаты одесситы, что зеленый театр, на территории зеленого театра будет находиться данная, будет находиться, извини, с автологией, зеленый театр с целевым назначением поиспользованию. И ничего меняться не будет. И строиться ничего не будет. Вот наша такая цель была. Депутаты Украинской морской партии назвали прошедшую сессию продуктивной. Решались очень важные, я бы сказала, жизнеобразующие вопросы на 2018 год. Это, безусловно, бюджет 2018 года. Это, безусловно, программа социальной помощи незащищенным одесситом. Это, безусловно, программа здоровья. Я хочу подчеркнуть, что нашей фракции активно разрабатывалась и поддерживалась аспект программы здоровья. Это три ургентных дня. Это когда одессит попадает по скорой помощи в больницу, в течение трех дней медикаменты предоставляются бесплатно. Также программа поддержки социально незащищенных слоев населения. Это те аспекты увеличения выплаты ветеранам войны, которые также вносились в Украинской морской партии. И аспект увеличения выплат за тепло, так сказать, муниципальной помощи, за тепло пенсионерам, у которых минимальная пенсия.